В Иваново приехал Герман Стерлигов, политический и общественный деятель, один из первых в России мультимиллионеров. В течение дня в Иванове состоялось несколько встреч, в том числе и в молодежном центре библиотеки на Крутицкой. В наш город он прибыл не с пустыми руками, привез книги, которые раздают бесплатно на протяжении уже пяти лет. Мужчина дарим серьезными книгами историческими, которые без обид для женщин, не под силам прочитать женщинам, чисто мужское чтение. Мужикам-то тяжело, а женщинам может даже не надрываться. Если у кого есть мужчины дома, которые хотели бы, чтобы получили книги, вы можете брать для них, не сняться. И для детей мы вот такие раскраски привезли. При содействии Стерлигову был выпущен большим тиражом лицевой летописный свод царя Ивана Грозного, царь книга, по которой учили детей монархов. Издание в 38 томах в Оксимиле. Часть оригиналов по иронии судьбы совсем недавно сгорела при пожаре в Московской академии. Отношение к большинству книг у Стерлигового весьма специфическое. Наиболее пораженные люди, это у кого много книг, которые много книг прочитали. То есть они прочитали в основном бред, сатанизм, ложь, колдовство. И это вот сейчас называются наиболее образованные люди. Это наиболее пораженная часть человечества. То есть это, ну, им больше всех досталось. А есть люди, которые не читали, которые там прочитали муму и этим ограничиваются. Это поздоровее психические люди. И им, конечно, легче воспринимать эту информацию, потому что у них меньше лжи в голове набито. Стерлигов вместе с сыном написал учебник истории от Грозного до Путина. Книга не издана, но есть в электронном виде. Мы не можем его издать и не сможем в обозримом будущем. Не потому, что нам там запрещают или еще что-то. Хотя он вызывает некоторую так настороженность у тех, кто занимается сейчас идеологией в стране. А потому что мы не издаем его, потому что мы каждый день вносим туда изменения. То есть мы устраиваем с кем-нибудь там собеседование на эту тему. Нам говорят, ребят, вы вот эту хрень написали, это не соответствует действительности. Все аргументируют. Мы говорим, да, о, спасибо, друг. И исправляем. И эти исправления происходят практически каждый день. И думаю, что они будут происходить очень долго. Потому что мы плохо разбираемся в истории. Всех присутствующих стерлигов призывал обзавестись по собственному примеру хозяйством. И угощал пшеничным хлебом из войской муки на хмелевой закваске. Сошла речь о воспитании детей, у которых стерлигово пять. Лучшее средство – розги. Отец, когда порят или ремнем, или розгами, это лучшая гарантия образования и воспитания. Я вот, к сожалению, покаюсь перед вами не в присутствии детей. В последнее время очень мало порю детей. И у меня угрызение совести по этому поводу. Потому что негативный результат есть. Вот даже при редкой порке. Надо часто пороть. С любовью, без злобы, без гнева, но часто. Во время встречи прозвучал вопрос, зачем он едет по стране и что-то пытается донести до людей. Не получается ли, что он мечет бисер перед свиньями.